Очередность выступления определяется очередностью кандидатов в бюллетене. Итак, начинаем. Коротко о себе, о кандидате. Евгений, пожалуйста, у вас одна минута. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые жители Липецкой области. Я представляю кандидатов в президенты Владислава Дванкова, номер один в избирательном бюллетене. И хочу познакомить вас с его программой с названием «Альтернатива для России». Альтернатива – это альтернативный путь развития. Не путь развития о том, какая должна быть Россия и как ее построить. Это программа действительно четких разработанных действий. Это программа о великой, сильной и умной России. И о величии не только в военной мощи, но и в созидательной, в прорывах в науках и технологиях. Это программа против навязанных рамок. Это программа против бездумных запретов. Владислав Дванков, номер один в избирательном бюллетене. Спасибо. Следующий по очереди выступает Николай Тагинцев, доверенное лицо кандидата на должность президента Владимира Путина. Николай Федорович, у вас одна минута о кандидате. Почему решили стать доверенным лицом? Владимир Владимирович Путин, сегодня действующий президент, уже испытанный, надежный руководитель, которому в 2000 году досталось сельское хозяйство, которое априори не обеспечило ее главную роль обеспечение гарантом быть продовольственной безопасности. К тому времени разрушены были все сельхозпредприятия. По сути дела, деревня умирала. Умирал социум живущих там людей. Заработная плата иногда доходила не выплата до полутора лет. И самое тяжелое было видеть на селе, это родители, которые не могли собрать ребятишек в школу. Наш президент, придя, снял клеймо «Черная дыра» с сельского хозяйства, обеспечил ее эффективное развитие под своим руководством. И сегодня сельское хозяйство – это гарант продовольственной безопасности Российской Федерации. Спасибо. Далее слово Николаю Кургузову. Николай Кургузов, доверенное лицо кандидата на должность президента России от ЛДПР Леонида Слуцкого. Пожалуйста, у вас минута. Здравствуйте. Ну никто так много внимания не уделяет как развитию крестьянства, как партии ЛДПР и наш лидер Леонид Эдуардович Слуцкий. У нас есть четкая окрадная программа. Она состоит из нескольких пунктов. Первое – земля должна находиться во владении или собственности тех, кто ее обрабатывает. Второе – сельским производителям надо предоставить полную свободу торговли в больших и малых городах. Необходимо упорядочить географическое распределение сельскохозяйственного производства по климатическим зонам. Следует осуществлять централизованные вложения в перерабатывающую промышленность и строительство хранилищ для максимального снижения потерь при переработке и хранении продукции. Импорт продовольственный необходимо прекратить. Необходимо вести государственный контроль качества пищевых продуктов для потребления. Как видите, программа нашего кандидата – она жизненная, она выстраданная, она поднятая буквально с земли. Леонид Эдуардович Слуцкий во время своих поездок по регионам обязательно заходит в магазин. Сам он долгое время прожил на Донбассе, он отчасти сельский житель и понимает все проблемы тружеников на селе. Поэтому за Слуцкого, за ЛДПР дело Жириновского живет. Спасибо, Николай. И теперь выступление Сергея Гриднева, доверенное лицо кандидата на должность президента России от КПРФ Николая Харитонова. Пожалуйста, ваша минута. Уважаемые граждане, 6 лет назад, на мой взгляд, мы допустили ошибку, многие из нас, поверив и пойдя за какой-то некой стабильностью. Через несколько месяцев всем нам повысили пенсионный возраст. Это надо помнить и надо знать. Кандидат Харитонов идет на выборы президента. Я прошу 17 марта обязательно прийти и поддержать Николая Михайловича. У него большой опыт работы. Он вывел совхоз, которым руководил 18 лет, в лидеры, в передовые в Новосибирской области. Его люди за это уважают, знают и любят. Шесть раз он побеждал в одномандатных округах, идя против Единой России, против партии власти, становясь депутатом Государственной Думы. У нас есть программа победы. Мы отменим людоедскую пенсионную реформу. Мы увеличим финансирование агрокомплекса. Мы начнем демократическую национализацию основных отраслей экономики. Убедительная просьба 17 марта за опытного человека, за политика, за хозяйственника, за Николая Харитонова. Спасибо, уважаемые гости. А теперь я предлагаю высказаться более подробно по сегодняшней теме развития сельского хозяйства и производственная безопасность. Очередность прежняя. Первый выступает у нас Евгений Душкин, а доверенное лицо кандидата на должность президента России от партии «Новые люди» Владислава Дованкова. Пожалуйста, у вас 4 минуты и 45 секунд. Что хочется сказать по этой теме? Тема довольно-таки важная и нужная для будущего России. Что у нас сейчас получается? Получается то, что в магазинах у нас картошка египетская, морковка израильская. Не киви, не ананасы, а обычные корнеплоды. И, в принципе, о том, что узнали привозные апельсины, у нас оказывается дешевле наших усманских помидоров. Это вот оппонент нам рассказал. Поддержка сельского хозяйства нужна на деле, а не на словах. Про это программа Владислава Дованкова. И нам не нужно, как в 80-е годы, отчитываться о рекордных надоях и больших урожаях. Люди видят цифры цен в магазинах и, соответственно, сами делают выводы. А те цифры, которые нам дают чиновники, ну, они отличаются чуть-чуть от магазинных. Вот наши оппоненты, уже мы до этого разговаривали, предлагают сделать госрегулирование цен. Но, на самом деле, госрегулирование цен приведет к исчезновению продуктов с магазинов, продуктов сельскохозяйственных, любых. Там, где регулирование цен, там исчезает конкуренция. И никто не хочет работать бесплатно и в убыток. Регулирование может привести к дефициту и очередям. Сейчас время здравого смысла. И новые люди единственные, кто имеет этот здравый смысл. Государству нужно мотивировать бизнес. Государству нужно создавать условия, чтобы бизнес делал предприятие более глубокой переработки. Мы должны экспортировать не ресурсы, а продукцию, которую производим здесь и сейчас. Если пойти по этому пути, доход бюджета будет попадать в разы больше денег. А в стране внутри от наличия и конкуренции товаров будут падать цены. Скажем так, про чиновников. Всю силу и энергию чиновников нужно перезапустить от перекладывания бумажек на адресную помощь инфраструктуре, сектору АПК и фермеров. Дованков много ездит по стране и встречается в том числе с фермерами. Это тяжелый и честный труд. И хотим сказать, что пока государство не будет проявлять уважение, то ничего нормального у нас развиваться не будет. Надо поддерживать малый и средний бизнес на земле. Нужно давать доступные кредиты, предоставлять доступные кредиты. Нужно уменьшать налоги. Нужно давать льготы местным производителям на аренду торговых помещений. На помещения, на городские фермы. Нужно организовывать логистику продуктов внутри страны. Налоги с мелких фермерских хозяйств нужно убрать совсем. Их доля в бюджет составляет менее 1%. И не является чем-то таким значительным. Но на одном условии, что должна быть легализована занятость. Люди имеют право получать пенсии. И должны быть отчисления в Россоцстрах. Извините, пожалуйста. Большая проблема у нас сейчас находится в сфере дефицита кадров в сельском хозяйстве. На данный момент количество вакансий в три раза превышает количество соискателей. Поэтому наша фракция предлагала ввести отсрочку от мобилизации, от срочной службы для специалистов сектора АПК. У нас все меры поддержки пошли айтишникам. Но из мобильного приложения невозможно сварить борщ. Поэтому странно, что стратегическая такая сфера лишается своих специалистов. Спасибо. Далее слово Николаю Тагинцеву. Николай Федорович, тема развития сельского хозяйства и продовольственного безопасности. 4 минуты 45 секунд. Пожалуйста. Дорогие друзья, коллега сказал, не надо называть цифр, но без них не обойтись. Потому что за каждой цифрой, за каждым килограммом произведенной продукции стоит очень серьезный, тяжелый, ответственный труд рядовых тружеников, специалистов, руководителей предприятий. Поэтому от них не уйти. Владимир Владимирович Путин, единственный из руководителей за все время существования сельского хозяйства, разработал четкую стратегию вместе со своими помощниками, стратегию развития сельского хозяйства. Появился национальный проект развития АПК, две госпрограммы поддержки сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий. И только с 2000 года сельское хозяйство только Липецкой области получило в виде поддержки более 50 миллиардов рублей. Что дала эта сумма? Эта сумма позволила привлечь инвестиции 425 миллиардов, которые были потрачены на строительство молочных комплексов, реконструкцию заводов и так далее. На 2024 год, коллеги говорят, нужно поддерживать сельское хозяйство, в бюджете заложено 553 миллиарда рублей. Деньги идут на поддержку только инновационных, прорывного характера инвестиций. В первую очередь, это селекции семеноводцев. Наш президент увидел, что и понял, что без высокогенетического скота, без хороших семян, невозможно эффективно вести сельское хозяйство. Поэтому на эти цели выделяются серьезные ассигнования. Только в Липецкой области функционируют в растеневодстве более 5 селекционных центров, сортоиспытательных станций и в животноводстве тоже. Ведется модернизация техники. И что это позволило? 145 миллионов полученных зерна в Российской Федерации. Первое место занимает она по экспорту пшеницы, по мясу птицы. Четвертое и пятое место в мире. Липецкая область значительно увеличила объемы в разы по производству зерна, масличных культур, сахарные свеклы, яблок, мяса. Фактически с нуля вновь появились у нас такие производства, как производство и переработка картофеля и производство овощей закрытого грунта. Новые предприятия переработки. Вообще в Липецкой области не существовало переработка мастичных культур и производство растительных масел. Не производили картофель фри, дрожжи, мясокомбинат мощный построен в Донковском районе, реконструированы и построены новые молочные заводы. Но самое главное, кто решает эти вопросы, эти проблемы, это, конечно же, люди, как страны, так и Липецкой области тоже. Программа комплексного развития сельских территорий позволила улучшить жилищные условия более чем 400 тысяч человек. В Липецкой области построены фапы, строятся дороги, ремонтируются и строятся новые школы и водопроводы. В Липецкой области работает 25 тысяч человек. Средняя заработная плата по прошлому году составила 54 тысячи. Понятно, у людей спецпрофессий, высокой интеллектуальности профессии, она значительно выше. Налогов и сборов и обязательных платежей только за прошлый год. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность перечислило более 36 миллиардов рублей во все уровни бюджета. Мы вначале с вами говорили, что не могли проводить ребятишек в школу ввиду отсутствия средств и задолженности по заработной плате. Это стало возможным благодаря тому, что президент Владимир Владимирович Путин видит все проблемы, видит все вопросы, он их решает, своевременно принимает меры. И поэтому этот надежный, проверенный руководитель, имеющий в критических ситуациях принимать правильные стратегически выверенные решения, должен и стать нашим президентом. 15-17 числа выборы президента Российской Федерации. Я призываю всех граждан Липецкой области, всех избирателей прийти, проявить единодушие, общность, показать всему миру, что мы едины, что мы за Россию и только за Россию вперед. Поэтому Владимир Владимирович Путин наш кандидат, наш президент. Спасибо. Спасибо, Николай Федорович. Далее слово Николаю Кургузову. Пожалуйста, тема развития сельского хозяйства, продовольственная безопасность. У вас 4 минуты 45 секунд. Да, ну я, во-первых, продолжу выступление Николая Федоровича. Очень хорошо, что президент обратил внимание на селекцию семян, которые практически пропали отечественные с российского рынка. Но надо сказать, что партия ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский долгие годы занималась как раз селекцией отечественных семян. И мы раздавали их нашим садоводам, огородникам. Многие взошли. А вот сейчас уже Леонид Эдуардович Луцкий продолжает дело. И даже с избирательного счета было, у нас получается, оплачены вот такие семена. Сейчас приехал автобус помощи в Липецкой области. И будут раздавать вот такие вот семена, чтобы вы могли не тратить свои собственные средства. Очень все дорого, а сажать, радоваться на грядку слуцкого, глядя. Кроме того, мы постоянно выпускаем для сельхозников различные мерчи ЛДПР. Вот, в частности, вот такие перчатки. Очень удобные, им и хорошо работать на огороде. Мой аппадин из моих оппонентов там на меня сослался. Но поскольку люди новые, они еще не до конца все понимают. Я как раз говорил об обратном. Вот Николай Федорович говорит, у нас производится огромное количество овощей и фруктов. Но при этом на Липецкие прилавки они как раз не попадают. Они уходят куда-то в другое место. А к нам они приезжают либо из Подмосковья, либо вообще из каких-то дружественных и не очень стран. Другая причина – это образование цен. Липецкая область является одним из лидеров по производству яиц. По-моему, если я не ошибаюсь, 5 миллионов губернатор сказал в месяц производит яиц. Да, мы производим. В прошлом году произвели 800 миллионов. Вот 800 миллионов штук яйца. Сейчас далеко не у всех политиков есть яйца. У Слуцкого, слава богу, они есть. Поэтому я вам хотел показать. Знаете, в чем разница, Николай Федорович? Давайте мы с вами поделимся. Хотите посмотреть? Ну давайте. Вот. Это яйца класса С1. Потому что яйца класса С0 стали настолько дорогие, что их перестали продавать. Поэтому то вынужденное... Ну давайте, верните. Поддержим яйцо. Поэтому можно купить возможность любое яйцо худшего качества, чтобы потом болеть, работать. Ну оно хуже качества. С1. Поэтому и стоит оно... Вот конкретно эти стоили. Это Липецк Экоптиц. Они самые дешевые. Ну наши липецкие. Они стоят 110 рублей. Но там для них всего одна полочка. А все остальные яйца, они стоят дороже. Даже класса С1 129, 130, даже 145 рублей стоят яйца класса С1. В 10 регионах Российской Федерации только с начала года возбудили уголовные дела, потому что повышение цен не соответствовало скорости стоимости производства. Куда смотрел... Кроме Липецкой области. Куда смотрел ФАС, было непонятие. Все правильно, Николай Анатольевич. Куда бы доказало, что в Липецкой области превышение незаконного... Не было призаконного. Я вот вам продолжим разговор. Я из Чаплогинского района. В дедовстве моя бабушка держала, ну, курочек. Курочек мы там их выращивали, все. И мы закупали на инкубаторной станции постоянно цыплаков. Так вот, я вам скажу, что уже достаточно долгое время в Чаплогине закрыты инкубаторы. И многие отказались от того, чтобы сейчас держать домашнюю птицу, потому что это просто невыгодно. Очень дорогие корма, они все в основном зарубежные. Или вот там, допустим, в ролике у коллеги, ну, когда там дедушка выходит, он живет ручки, и пошли комбайны с флагами, значит, Советского Союза. Вы же, как человек-специалист в сельском хозяйстве, видели, на какой комбайн они прилепили флаг Советского Союза? Ну, так он же не отечественного производства. Хороший, но не отечественного производства, согласитесь. А у нас сейчас идет в условиях санкции, в условиях специальной военной операции. Очень много, кстати, ребят ушло, именно комбайнеров ушло на СВОП, потому что это фактически готовые танкисты. И мы понимаем, что у нас уже сейчас складывается и там кадровый голод. Мы были с Анатолием Викторовичем Емельяновым по поручению Леонида Эдуардовича Слуцкого в поселке Чернолес. Там люди рассказали вообще удивительную историю, когда... В Снавлянске, да? Да, в Снавлянске район. Они по 6 рублей за литр молоко продавали. Вы представляете, какой ужас? А в магазине в этот момент она стоила почти 90. Вот эта вот разница в тех, кто занимается переработкой и производством. Сейчас по 25 рублей они продают, и то им должны. Поэтому... А разница какая с тем, что мы покупаем в магазинах? Это первое. Второе. У нас в магазинах сейчас происходит шеренфляция. Это означает, что стоит бутылка, указана... И там 800 грамм, а не литр. Или там, допустим, пакет сахара. Он не килограмм, а 850 грамм. И когда ЛДПР вносит законопроект по поводу того, что давайте мы сделаем цены, приравняем к, ну, допустим, килограмм или литр, чтобы у нас не было вот такого обмана наших граждан, значит, соответственно, партия власти, Единая Россия голосует против. Поэтому ЛДПР это та партия, у которой есть понимание того, что происходит в стране. Мы следим за сельским хозяйством. Наш кандидат Леонид Эдуардович Слуцкий идет на эти выборы с полной уверенностью продолжить дело Жириновского. Дело Жириновского живет, голосуйте за Слуцкого. Спасибо. И теперь выступает Сергей Гриднев. Пожалуйста, сельское хозяйство, его развитие и продовольственная безопасность 4.45. Уважаемые земляки, когда-то наш город Липецк выпускал трактора. Каждый четвертый трактор РСФСР был наш, Липецким. Но что сделала эта власть? Капиталистическая власть за эти годы. Она лишила нашу промышленность, нашей техники. Сейчас мы с вами обсуждаем очень важную тему – сельское хозяйство. И оппонент от «Единой России» кандидата приводил много цифр. Хороших, отличных цифр. Инвесторы тут вкладывают, видите ли. Извините, пожалуйста. Когда каждый из нас, гражданин, заходит в магазин, что мы видим? Высокие цены на продукты питания, которые ежемесячно только повышаются. А яйца, про которые сейчас говорили, вы меня извините. Когда наша великая страна закупает у стратегического врага, члена НАТО, Турции, куриные яйца, мы чему должны, кому должны верить? Этим цифрам, которые говорят, сколько-то миллионов там сделали яиц. Уважаемые соотечественники, зачастую слышат чиновникам, что мы там все импортозамещение. Вы знаете, если зайти в магазин и убрать все продукты, которые напичканы пальмовым маслом и всевозможной дрянью, что мы тогда увидим? Полупустые прилавки. Эта власть в 90-х годах разорила и разграбила все колхозы и совхозы. Она забросила землю. Дальше след пошла социалка. Закрыты садики, школы, больницы. На сегодняшний день мы имеем 24 тысячи населенных пунктов в деревень и сел, в которых никто не проживает, но они на карте есть. 75 тысяч населенных пунктов, в которых проживает от 1 до 25 человек. Это полуживые. В любой момент мы можем потерять эти населенные пункты. Не исключением является Липецкая область. Казалось бы, это центр России, Черноземье, под боком Москва, но у нас 130 населенных пунктов, в которых никто не живет. И еще порядка 280, от 1 до 10 человек. Вы только вдумайтесь, что происходит на селе. За эти 5 лет губернаторства, банкира, мы потеряли 45 тысяч человек. Где они есть? Куда они уехали? Кто-то умер, кто-то покинул пределы Липецка. Вы знаете, кому сейчас принадлежит русская земля? Правильно, агрохолдингам. А куда уходят корни агрохолдингов? В офшоры. Зачастую большинство в офшоры. Там третьи, там вторые, третьи лица и так далее, это иностранцы. А государство при этом вкладывает сотни миллиардов рублей на поддержку агрохолдингов. Здесь было сказано, там порядка 550 миллиардов рублей. Если я не ошибаюсь, почти 180 миллиардов рублей из этих сумм выделено, собственно, на поддержку агрохолдингов. Не своих крестьян, не своих фермеров, которые погибают сейчас. Между прочим, за два года наша страна рекордный урожай показала зерновых. 300 миллионов тонн. Но почему-то крестьяне на селе от этого не богатеют. Они становятся нищими. А потому что зерно упало в цене ниже плинтуса. При этом цены на горючее, на семена на те же, на удобрения, на запчасти выросли в разы. Они все в долгах, все в кредитах. Завтра многие фермеры и кто имеет личное подсобное хозяйство окажутся банкротами, брошенными. Уважаемые земляки, у нас есть пример. Совхоз имени Ленина. Там предприятие получает большую прибыль, но они, акционеры, не вкладывают их в карман. Они вкладывают на территорию, на развитие своего предприятия и развитие людей, которые живут там. У них средняя зарплата 114 тысяч рублей. Они построят садики, построили лучшую в Европе школу. У нас есть пример. Директор этого предприятия Грудинин, он готовый министр сельского хозяйства. Сейчас на должность президента идет от партии КПРФ Николай Харитонов. Это человек опытный. Это человек, который сделал сельхозпредприятие в Новосибирской области самой успешным. Именно поэтому за него люди голосовали все это время. Он побеждал Единую Россию почти на всех выборах в одномандатных округах. Голосуйте за проверенного человека, который от земли, от сахи, за Харитонова. Спасибо, уважаемые гости. Но теперь у каждого из вас по 30 секунд на прямое обращение к своим избирателям. Итак, первый по очереди Евгений Душкин. Пожалуйста, 30 секунд. Владислав Дуванков за... Извините, пожалуйста. Владислав Дуванков за свободу людей дела, а вместо госплана и регулирования цен. За качественное образование и медицину, вместо бездумного слияния и сокращения школ и больниц. Владислав Дуванков номер один в избирательном бюллетене. Спасибо. Далее слово Николаю Тагинцу. Пожалуйста, обращение к избирателям. Уважаемые друзья, Владимир Владимирович Путин надежный, проверенный президент, который ставит интересы народа своей страны превыше всего. Человек, который умеет четко ориентироваться к критических ситуаций, который ведет правильную внешнюю и внутреннюю политику. Поэтому, придя на избирательные участки, прошу проголосовать за него. Это наш кандидат, это наш президент, это наша Россия. Спасибо. Далее выступает Николай Кургузов. Пожалуйста, обращение к избирателям. 30 секунд. Ну, к сожалению, Владимир Владимирович Путин не является, не сможет занять все остальные должности в стране, кроме должности президента. Губернатором или мэром, или главой администрации вашего района он никогда не станет. Поэтому голосовать нужно в первую очередь за команду. Вы знаете, у нас сегодня тема продовольственной безопасности. В 12 часов президент будет обращаться к федеральному собранию. Рекомендую вам всем включить телевизор, посмотреть. Есть такое хорошее выражение «Васька слушает, да ест». Поэтому, если хотите оставаться с яйцами, голосуйте за Слуцкого, за ЛДПР. 17 марта дело Жириновского живет. Спасибо. И теперь слово Сергею Гридневу. Пожалуйста, обращение к избирателям. 30 секунд. Уважаемые соотечественники, на протяжении долгого времени Николай Харитонов работал вместе с Нобелевским лауреатом Жорезом Алферовым. Кандидаты Харитонова на должность президента поддержали молодые политики Николая Бондаренко и Сергей Удальцов. Нашу программу, программу КПРФ и Харитонова поддержала герой Советского Союза Савицкая, академик Нигматулин Павел Грудинин. Мы просим вас всех прийти, ознакомиться и поддержать нашу программу. После СВО обязательно будет социализм. Спасибо. Спасибо, уважаемые гости. Уважаемые телезрители, это было время совместных выступлений в рамках предвыборной агитации кандидатов на должность президента России. Встретимся в этой студии завтра, 1 марта, в пятницу в 10 часов утра. Всего вам доброго.